Вот, Ирина позвал, чтобы лицо видно было. Держи. Я что? Сначала там сбивать в одном месте, не нужно нам до сплета. И когда так бил, то ладно было. А я взял с торца. И она уперлась, это брусок-то. И сразу мне заноска вошла. Ну, это вошла, это пол дела. Я сразу подумал, куда же я пойду. Володи нету. Сергей Егорович уехал сегодня ночью. Ирина, ты сделай. Я сейчас ее совсем освобожу. Вот здесь вот видать. Она совсем небольшая, но она мне не дает зажимать. Видно, нет? Она вовнутрь вошла. Вот. А, вот она. Вот так. Я подумал, нехорошо человеку одному быть, когда что-то вот такое. Сходил сейчас в школу. Людмила Анатольевна уехала сегодня с батюшкой в город. А Надежда Васильевна попросила, сказала план работы какой. О, спаси Христос. Вот видишь как. Так. Так. Она стала план составлять. Она же учительница у меня, профессионал на нижней классе. Ну и пошел снимать. Я пошел снимать. Сел и ждал, дождался, когда маленько дал знать, что я пришел в другом классе. Елена Анатольевна там, барабаш. Я говорю, можно поснимать? Можно. А занимается-то с кем? С ворлом он. Показывает ему там теперь журнал у него, цветной, и у ней. И она по-своему глядит, а он тоже знает. Какие бестолковые будут люди. Им прям в рот все разжевывают. А у нас не начинало писать. В первом классе, помню, в магазин привезли историю древнего мира за пятый класс. Так вот на полях писать, а покупать не на что. Нужно было сдавать что-то. Ну что, главное это яички. Или мясо-то не принимали. Вот яичек насобирали, там ведро. Пошли, сдали в магазин. В потерявке был. И дали эту книжку. А там считать-то я только в первом классе. А писать-то надо учиться. И на полях писали. Вот как. Никаких цветных мы в глаза не видели. Я сегодня посмотрел, у меня мысль пришла, а можно ли окончить школу? Вообще в школу не ходить и дома, чтобы не помогали. Но интерес был. И самому даже делать нечего. Настолько все разъяснено, буква А, арбуз. Б, там, букашка. Мы ничего не знали. Ничего этого не было. Но я однажды ехал сюда. Он сейчас председатель законодательного собрания в Барнауле, Алтайского, Краевого. Сейчас не знаю, вроде там другой. Лор был, Иван Иванович. Очень грамотный. Ехали в Потеряевку, по земле тогда было. И говорит, а я сейчас учусь очно. Притом, очно сдает экзамены в Москве. Холодно? Ну, сейчас отпущу. Я говорю, вот вы закончили все, учебное заведение. А могли бы там заочно? Он говорит, никак. Он рассказывает такое, что в учебниках нигде нет. Я говорю, а ты мог бы быть министром сельского хозяйства? Он говорит, пока нет. А в Таиланде, он говорит, никогда. Я говорю, а как же институт в Стокгольме управления миром называется? Вот какие есть институты. Надо, значит, смотреть глубже. Глубже за этим. Куда мои знания эти послужат? Вот он и сидит, в Орламу она все рассказывает. Что там, повторяет так. А огня нету. То есть жажда. А что за этим скрывается? Нету. От кого это зависит? Я не могу ответить. Но думаю, что от дома. Домашние должны показать. Вот подвел, вот что это означает? А ты знаешь, это травинка. А куда она идет? Вот идут по деревне ребята. Наши, потерявские. Идут разговаривать. Я остановил. Здравствуйте. Здравствуйте. Веселая, хорошая. Скажите, а о чем вы дорогой разговаривали? Понимаете? Вы сейчас шли и разговаривали. Прямо ко мне на встречу. Руки. Ни один не может сказать, о чем мы разговаривали. Я говорю, вот это что такое? Береза растет. А для чего она нужна? А для чего она нужна? Дрова. А березовка-то весной. Березовка. А еще что? Все. А из нее делают посуду всякую из коры. Посмотри, там это старообрядцы какие. Дальше деготь гонят из нее. Там из нее что делает? Она очень твердое дерево. Твердое. Из нее черенки на вилы, на топорище. Все. Давай по порядку. А корень куда идет? То есть они идут среди тайны. Ничего этого не знают. Я у детишек усил в лагере который, но они совершенно не знают. Подходим клен, береза, бузина. А теперь я все это. Уходим оттуда. Листики нарвали, бросаю. Теперь определите, какое дерево. Ну? Кто определил? Теперь идем в лес. Найдите эти дерева. И расскажите, для чего они есть. То есть мир раскрывается на практике. Его надо расшевелить на это. Нам этого не было. Я сам смотрел, не знал. Спросить некого. Я только молился. Вот где было уже избрание. Я там все сейчас сидел у Надежды Васильевны там и подумал. Это хорошо. Учебники прекрасные. Разжевали в рот, положили. А труда-то никакого нету. У нас вокруг была тайна. И через эту тайну мы пробивались. Сейчас цепь слетела. Папа, сделай. А у меня папа с одной рукой ничего не видал. Тяти. Да папа и не звали. Папа Римский тоже мне нашелся. Тяти, тяти, наши сети притащили мертвеца. Пушкин писал. И дальше. Велосипед. Мои дядя и девушки на фронт. Трое, матери на братья. Все погибли. А велосипед у них был. Они ездили трое. Харьковская езда. Они ездили сколько там лет? Десять. И я, наверное, лет двадцать на нем ездил. Вот какие велосипеды. А Володе, он подарили нынче. Ну, мне подарили, я ему. Уже через день и все полетело. То есть почему? Вот эта легкость наживы сделал никуда. Я пролетел, знаешь, как я все деревни тащил пилы. Ну, меня не надо учить как-то. Я с закрытыми глазами натащу пилу. А здесь купили красная ручка. Маленько попилили, плоховато. Я ничего не знаю. Я взял напильник, заложил ее в станочек свой, взял, натащил. Не пилит вообще. А в чем дело? А это китайские, сделанные так, чтобы тащить нельзя было. А ты пришел и деньги отдал им второй раз. Моя пила улетела. То есть обман, обман, государственное масштабе. Игрушки продают, а они оказались какие-то зараженные. И на него наперли в Китае. Без них не повесился. На весь мир поставляли. Отсюда вывод какой? Жить для Бога. И Бог открывает эти тайны. Тайны, которые открыты Белленштейну, которые Ломоносову, Ньютону сегодня не открывают. Они только улучшают оружие. Как можно больше людей уничтожить. Это я сейчас сидел там, фотографировал этот класс их. И там печка моя стоит. Понимаешь как? Ну и подумал, спаси Христос. Ладно, мне тоже сейчас школу надо будет идти. Давай. Все дела сделают. Слава Боже. У меня все выехали, я совершенно один. Накормил, напоил кошек, собак. Поел сам и завернул сюда. Спаси Христос. Благодарю.